Здравствуйте, меня зовут Александр Васильев, это прямой эфир, программа «Открытым текстом». Программа, в которой мы даем открыто высказаться не только гостям студии, но и вам, нашим зрителям. В этой студии, в новой студии, в таком формате это первый выпуск программы. В новой студии нам, журналистам, ведущим, красиво, комфортно, уютно, но главное для нас, чтобы точно так же комфортно и уютно было и вам с нами. Ведь ваше доверие, ваше расположение к нам для нас превыше всего. И также я немного забегу наперед, в качестве небольшого анонса уже скоро у нас поменяется формат новостей. Вечерний выпуск с 18.00 будет выходить с ведущим в этой студии. Это будет свежая подача и анализ информации, выводы, мнения экспертов. А каждый четверг после выпуска новостей я и мои коллеги будем вести эту программу. Программу открытым текстом, где будем обсуждать все те неоднозначные социальные процессы, проблемы, которые происходят в Украине. Будем говорить о важном, о правах человека. А сегодня мы говорим о толерантности. Попытаемся выяснить, толерантны ли украинцы, то есть мы с вами, к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. И готовы ли мы принимать такие европейские ценности. А до того, как я представлю гостей студии, давайте посмотрим небольшой сюжет на тему сегодняшней программы. Прошу. Народные депутаты со скрипом после жарких споров, но все-таки проголосовали за так называемую антидискриминационную поправку к Трудовому кодексу. Она должна стать условием предоставления нашей стране безвизового режима с Евросоюзом. С успешным голосованием в своем твиттере сразу же поздравил президент Украины Петр Порошенко. Украина вырывается с кайданев дискриминации радянского минулого, а семейные ценности не порушны. В чем суть проголосованной поправки? Теперь будут внесены изменения в Трудовой кодекс, которые запрещают любую дискриминацию, в том числе и по признаку сексуальной ориентации. Именно эта норма стала камнем преткновения между депутатами и обществе в целом. Я хочу еще раз подкреслить, что основными ценностями будь-якої, будь-якої державы есть людина и ее права. А вот как на антидискриминационный закон отреагировали некоторые народные депутаты. Я прикольно. Если есть желание у европейской стороны дать нам безвизовый режим, это можно сделать без того, чтобы популяризовать гомосексуализм в нашей стране. Это не про таман украинского общества, нашим полям, традициям, украинской церкви и вообще, то есть наши ментальности. Гости студии Андрей Кравчук, эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир». Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что пришли. И Ольга Назарова, заместитель главы всеукраинской общественной организации «Рада юристов Украины». Здравствуйте, спасибо, что нашли время прийти. Ну, как услышали в сюжете, народные депутаты очень тяжело голосовали за поправки антидискриминационные, которые запрещают любую дискриминацию, в том числе по признаку сексуальной ориентации. Но вот главный вопрос, готово ли украинское общество не на бумаге, а реально, в реальной жизни быть толерантными к представителям ЛГБТ? Ну, Андрей, давайте вот вам слово. Ну, я внимательно следил за дискуссиями, которые разворачивались в медиа и в интернете вокруг этого вопроса. Я могу сказать, что, на мой взгляд, украинское общество гораздо более готово к этому, чем наши депутаты. Но ведь, получая, Верховная Рада – это отражение общества, ну, по идее. В принципе, да. Но мы видим, что это отражение общества меняется раз от раза. И оно, к сожалению, эти изменения отстают от изменений общества. Общество у нас меняется, я думаю, гораздо быстрее, чем депутаты. Депутаты у нас наполовину те же самые, что сидели последние 20 лет в этом парламенте. А общество меняется очень сильно, особенно за последние два года. Я бы хотела сказать противоположную точку зрения, потому что, если ориентироваться только на интернет-аудиторию, то мы знаем, что по статистике, по-моему, не более 30% у нас вообще нашего населения имеет доступ к интернету, в частности, в соцсетях. Поэтому и то из этих 30% нужно понять, кто именно поддерживает эту диалогию. Поэтому основное наше население, основное количество нашего населения, естественно, это не притуманно, как говорится. Абсолютно это инородно, это понимание. И когда непосредственно мы работаем с людьми в общественном секторе, мы понимаем, что люди даже не понимают, о чем речь. И в связи с чем возникает вообще необходимость в основке такого вопроса. Ну вот вопрос, который мы задаем сегодня нашим зрителям. Толерантны ли вы к геям и лесбиянкам? Я вам его переадресую. Да. Если говорить в отношении меня, естественно, я поддерживаю те слова, которые говорил непосредственно наш спикер, что в основе всего должен быть человек и его право, и защита его права. Но когда, опять же таки, право одного ущемляет за счет другого, это не может быть так же демократическим выделением. А как ваши права ущемляют представители ЛГБТ-сообщества? Да, смотрите, я абсолютно толерантна и спокойно отношусь к человеку, который нетрадиционной ориентации. У меня есть в окружении некоторые люди, которые профессионалы своего дела, очень хорошие профессионалы, которые относятся к этой нетрадиционной ориентации. Но я спокойно могу общаться, могу спокойно с этими людьми вести диалог. Но когда люди подобной ориентации со своим мировоззрением пытаются оставить или подчинить мою жизнь, ибо жизнь большинства населения в соответствии с своим ценностям, этот момент, конечно, он не может меня оставить равнодушным, потому что это идет в разрез с моими принципами и моими ценностями, которые я имею на сегодняшний день. Да, кстати, вот интересно, насколько сами депутаты, большинство из которых с трудом голосовали за антидискриминационные поправки, насколько они, в принципе, толерантны к представителям ЛГБТ-сообщества, насколько они понимают значение слов «толерантность», «равенство». И вот, чтобы это узнать, представитель активисты движения «Дискриминация ограничивает, противодействуй», пришли в Верховную Раду и задали нардепам несколько вопросов, один из которых звучит так. Поехали бы вы на свадьбу к премьер-министру Люксембурга, который сыграл свадьбу с мужчиной? Вот давайте посмотрим, что ответили народные депутаты. Вы знаете, я бы не поехал, хотя бы с тех причин, что у меня просто тут справа настолько много, что заниматься каким-то там, хай бы не простить, премьером Люксембурга, вот просто нема чего-то. Да, я бы безусловно поехал. Как бы он был моим другом, або как бы моим другом был его партнер, то чем в ней. Как бы он запросил, я не вижу всем проблем, это выбор человека, если ему дозволяет мораль и его принципы. Я вважаю, что это збочиня, и я такие вещи, конечно же, не поддерживаю, и в никаком разе бы не поехал. Потому что я за здоровые стосунки, за природные стосунки между человеком и женщиной, за здоровую нацию, и я вважаю все эти отходления, это и психологическими отходлениями, и с прочими. Ну, это особенное вопрос, и вы знаете, я все-таки больше декларую права человека, такие, какие европейские. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, телефон 206-99-99, код Киева 044, ждем ваших звонков. Ответьте на вопрос, толерантны ли вы к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей, а вы бы поехали на свадьбу к премьер-министру Люксембурга, если бы он женился, ну или вышел замуж за мужчину? Вышел замуж, потому что мужчина не может жениться за мужчин. Да, если бы пригласил, почему нет, в принципе, мне все равно другое дело, что, например, я не очень люблю такие массовые мероприятия, но не вижу в этом никаких проблем. Можно задать вопрос вам и Ольге. Как вы считаете, как долго должно существовать какое-то явление, чтобы стать традицией? Такое либо явление. Любое явление. Сколько нужно времени, чтобы что-то стало традицией? Сложно ответить. Ольга, возможно, вас нет? Я могу сказать однозначно, что может быть... Ну давайте, вначале ответим на мой вопрос, а потом на Андрея, если можно. Ваш вопрос? Вы бы поехали. Поехали бы на свадьбу к премьер-министру Люксембурга. Это, конечно, интересное событие, ивент. Конечно, бы я не поехала, потому что я все-таки следую своим принципам, своим стандартам. И здесь даже не сколько общественное мнение, сколько мое внутреннее убеждение в том, что это его выбор, право человека, но это не означает, что я поддерживаю это право. То есть я толерантно могу посмотреть об этом или сказать, прочитать об этом, но участвовать в этом нет. Да, кстати, на ваш вопрос отвечаю. Возможно, возможно, чтобы явление стало традицией, это явление должно приниматься обществом. Нет, мне интересует, сколько времени нужно. Не обязательно. Есть явления, которые не принимаются обществом, тем не менее они традиционные. Например, взяточничество, коррупция. Общество их осуждает. Но они традиционные для нашего общества. А к чему вы этот вопрос задаете? Я этот вопрос задаю к тому, что само выражение нетрадиционной ориентации глубоко ошибочно. А как это правильно формулировать? Гомосексуальная ориентация, дисексуальная ориентация. Но не нетрадиционной? Нет, оно не является нетрадиционной. Платон писал о любви двух мужчин. Это несколько тысяч лет. Гомосексуальность существует столько же, сколько существует человечество. И более того, гомосексуальность – это природное явление, естественное. Она наблюдается более чем у 500 видов животных. Вы согласны с тем, что это природное явление? Нет, я не согласна с тем, что это природное явление. Это извращение природы. Природное явление есть то, что мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. И взаимосвязь между ними – вот это и есть природное. А то, что сделано сейчас мужчина, даже если это сделал потом, это не существует, что это истина. Давайте будем ориентироваться от истины. Вот это есть ценность, и вот это будет на этой истине, и будет вечная традиция и ценность. Если что-то меняется, то, боже мой, так и меняется, когда кто-то приходит во власть, и кто-то говорит, что будет вот так, вот так всё и меняется. И для этого нужно либо год, либо десять лет, неважно. Тот, кто возьмёт на себя смелость или дерзость, что-то, что-либо изменить. Поэтому здесь важно не категориями измерять, не годами, а важно измерять истинными ценностями. Если для меня важно, что есть семья, и есть понимание, что есть мужчина и женщина, независимо от того, сколько это времени будет, и кто бы мне это ни говорил, я не поменяю этот принцип. Вы знаете, у меня с вами нет никаких принципиальных ценностных различий. Я разделяю абсолютно все ценности нашего общества. Я считаю, например, себя мужчиной, я уважаю семью. Более того, мы поддерживаем семью. У меня есть партнёр, мы живём вместе в любви уже много-много лет. И если бы у нас были разрешены однополые браки, я бы заключил с ним брак. Мы хотим, мы поддерживаем украинские традиционные ценности. Семью и всё прочее. Мы абсолютно ничем не отличаемся от украинского общества. У нас нет общей идеологии. Когда говорят гомосексуальная идеология, позвольте. Гомосексуал может быть коммунистом, нацистом. Андрей, прошу прощения, разве гомосексуальная семья, я правильно формулирую? Это традиционная украинская семья? Что для вас вообще ценность тогда семьи? Ценность семьи – любовь, взаимная поддержка, общий быт. То же, что для всех людей. У нас есть семейный кодекс, в котором есть определение семьи. И однополая семья абсолютно не противоречит этому определению. У нас в семейном кодексе. Вы хотите сказать, что указано, что однополые браки – это источник? Нет, у нас в семейном кодексе есть определение того, что такое семья. И там написано, что семья слагается на основе брака, кровного родства, а также других оснований, которые не запрещены законом и не противоречат каких-то там моральных ценностей. Ну, вы знаете, есть еще другая точка зрения, что точно так же с таким же подходом можно и оправдать и многоженство. Почему? Тут же можно не за горами подтянуть и этот принцип. Почему? Здесь тоже семья, ценности, дети. Почему же мы сейчас здесь? Это не популяризируется. Вы уважаете религиозную терпимость? Вы уважаете другие религии, кроме христианства? Конечно, я уважаю. Так вот, в исламе разрешено многоженство. Оно существует там несколько тысяч лет. И более того, браки мусульман, жены мусульман, многоженство, оно признается в Украине, если они заключены за границей. Все то, что признается, не означает, что это правильно. Не означает, что это то, на чем может формироваться здоровое общество. Общество, где есть ценности, которые непоколебимы. И если мы выбираем, допустим, христианство, а поскольку Украина все-таки христианская страна, скажем так, и когда вносятся элементы другой религии или другой культуры, то внутри общества происходит раскол. Скажите тогда, на чем основываться человеку, когда он не понимает, что есть правильно, а что нет? На основании чего человек потом будет выстраивать свою жизненную политику? Да вот если же мы поменяем в корне вот эту вот политику, культуру о привилегии нетрадиционной ориентации для людей... Я вас прибью, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Нетрадиционная ориентация для людей? Да, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, я попрошу вас выключить телевизор, потому что идет эхо. Я включила телевизор, я хочу вам сказать, я воспитанник Советского Союза, мне 67 метр. Как вас зовут, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, а откуда вы? Киев. Киев, да, Татьяна, слушай, на вопрос ответьте, пожалуйста, толерантны ли вы геям или лесбиянкам? Я не знаю, что такое толеранты, но все остальное, я просто и советский человек в прошлом, но что касается людей, которые относятся к однополым бракам, которые там мальчики любят мальчиков, девочки, девочек, вы знаете, я отношусь абсолютно спокойно, потому что мы не можем навязывать им свою мысль, свою болью, и мне кажется, что если человек нашел, парень нашел свою любовь именно в парне, то, может быть, это действительно его счастье. Да, Татьяна, мы вас услышали, Татьяна, это и есть толерантность. Спасибо большое, спасибо за звонок. Ну, это не так, это правильно называется, но вот я как бы считаю, что... Мы вас услышали, Татьяна, Татьяна, мы вас услышали, спасибо, спасибо вам за вашу толерантную позицию. Вот нарушаются ли реально права представителей секс-меньшинств? Так правильно, кстати, можно говорить? Говорите просто, габосексуалов или геев или лесбиянок. Секс-меньшинство – это неопределенное понятие, можно из-за афилов назвать секс-меньшинствами. Услышал вас, а теперь услышим еще одного нашего телезрителя, не дают мне поставить комментарий эксперта, Ну, давайте послушаем, да. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? А вот тут прямой эфир, вопросы. Вы уже в прямом эфире, как вас зовут? Меня зовут Сергей. А откуда вы, Сергей? Я из Никополя. Очень приятно, Сергей, вы толерантны к представителям геем и лесбиянам? Я толерантен до тех пор, пока я ничего о них не слышу и не вижу их. А если вы увидите? Ну, я пройду мимо, если это не будет парад и не будет явное выражение их чувств на людях. Да, услышали. Спасибо большое за звонок. Так вот, нарушаются ли реально в трудовой сфере права представителей ЛГБТ-сообщества? Вот о таком конкретном примере нам рассказала правозащитник Татьяна Печенчик. Давайте ее послушаем. Да, мне известен случай трансгендерного человека из-за Львова. То есть трансгендерные люди – это люди, у которых биологически их пол не совпадает с их психологическим ощущением своего пола. И в Украине существует достаточно такая сложная процедура, которая медицинская, там работают психиатры и другие специалисты для того, чтобы определить, может ли человек изменить пол. И вот в случае с этим трансгендерным человеком, который родился с полом мужским, но ощущал себя как женщина, он прошел и получил все разрешение для того, чтобы сделать операцию по смене пола. И перед сменой пола человек просто принимает гормональные препараты сначала, которые преобразуют его тело, а потом уже идет операция. И вот когда он начал принимать эти препараты, то изменилась внешность, соответственно, это стала же женщина, хотя он еще не сделал операцию. И когда сотрудники увидели, что происходят такие изменения, человека просто уволили с работы, его не поняли. Он потерял работу, потерял заработок и, соответственно, деньги, которые ему нужны были на операцию, он не смог заработать. То есть это человек, который обращался лично к нам, с которым я контактировала, который оказался в очень сквозной ситуации. Пока мы слышали комментарии Татьяны Печенчик, мне режиссеры эфира поскали, что были у нас телефонные звонки, поэтому попрошу перезвонить. 206-99-99, код Киева, 0-44. Но, Андрей, имеют ли нарушения в трудовом поле по признаку сексуальной ориентации массовый характер? Вот один из примеров мы услышали, очень яркий, но какие подобные примеры известны вам? Мне известны десятки таких примеров. Моя организация специализируется на мониторинге дискриминации и насилия против ЛГБТ в Украине, и мы собираем эту информацию. Кроме нас ее собирают... Ну вот какие основные проявления? Людей отказывают им в приеме на работу. Когда становится известно, что нанимается гомосексуал или трансгендер. А как это формулируется? Это формулируется иногда уклончиво, но из сопутствующих обстоятельств становится понятна истинная причина отказа. Либо же это говорится прямым текстом, ну, как говорится, не под запись. Вы нам не нужны. То есть у меня совсем недавно буквально один мой знакомый рассказал, что вот его бойфренд в Черкассах пошел наниматься на работу кумирником, как это будет по-русски. Кладовщиком. Кладовщиком, да. Совершенно неквалифицированная работа, которая не требует никаких особых там моральных качеств или чего-либо другого. Он показывает свою трудовую книжку. Ну, вроде бы, все нормально. Показывает свою трудовую книжку в отделе кадров. Начальница видит, что там последняя запись геи Альянс Черкассы, меняется в лице и говорит, вы нам не подходите. Как это еще можно объяснить? Кооперативная культура. Нет, она называется дискриминацией. А вы лично сталкивались с такими случаями? Все зависит от конкретных людей. Я на работе постепенно, люди, я думаю, догадались о моей сексуальной ориентации, но поскольку я к тому времени был ценным сотрудником, уважаемым человеком, ничего принципиально не изменилось. Вы знаете, я точно так же... Давайте примем звонок, и потом я вам дам слово. Слушаем вас. Слушаем, слушаем, вы в прямом эфире. Добрый день. Добрый день, как вас зовут и откуда вы звоните? Будьте любезны, я не буду представляться. Одно единственное, что наша держава сейчас кругом церковных служителей приглашает на все мероприятия, а церковь говорит, что однополые браки запрещены. Воспитание наших детей было в том, что женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Но до тех пор, пока петухи будут рекламировать себя, их, наверное, будут бить, будут унижать, будут увольнять с работы. Вот если они тихо будут сидеть, пусть себе сидят. Но до тех пор, пока будут открыто себя рекламировать, они будут получать по шапке. Спасибо, до свидания. Ну, вот такая позиция. Если я не ошибаюсь, был у меня разговор с коллегой до эфира, и вот он, похоже, мысль высказал, если я не ошибаюсь, фамилии, это немецкий кинорежиссер Рейнер Фейсбендер. И вот он говорил о том, он был геем, и он говорил о том, что проблема геев в их декларативности, в том, что они делают акцент на том, что они геи. Вот, кстати, такая позиция. Нет, они не делают акцент на том, что они геи. Когда люди говорят о каких-то гей-парадах или о вызывающем поведении, они себе представляют картинки в интернете или в журналах. Но реально на улице, на улицах украинских городов вы не увидите ни гей-парады, ни вызывающие поведения. Но у нас были уже гей-парады, что вы говорите? Не было у нас гей-парады, у нас был марш равенства, это была обычная демонстрация в защиту своих прав. Точно такая, как проходит каждый месяц, по крайней мере, в Киеве. Ну, а пристановки слагаемых, наверное, суммы меняются? Нет, меняется. Когда вы говорите слово парад, представляется какой-то карнавал пышный в стиле Рио-де-Жанейро. Я, кстати, абсолютно без отторжения говорю. Нет, я понимаю, я понимаю, вы понимаете. А вот у вас какая-то агрессивная реакция? Вы знаете, что называется, наболело. Потому что обо мне судят не потому, что я представляю, вот я сижу перед вами. Но люди видят не того, который я есть перед вами, а они представляют себе воображаемый образ, каким я должен быть в их воображении. О ком вы говорите? О каких людях? А в нашем обществе, вот, например, об этом человеке, который только что говорил о том, что геи, я рекламирую себя. Где мы себя рекламируем? Где он увидел эту рекламу? Реально. Вот вспомните, где вы видели эту рекламу. Значит, третье. А есть ли у нас телефонный звонок? Есть. Давайте примем и продолжим. Слушаем вас, слушаем. Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос? Да, а вы скажите, пожалуйста, как вас зовут? Татьяна Киев. Татьяна Киев. Давайте вы ответите вначале на наш вопрос, а потом зададите свой. Толерантны ли вы геям или лесбиянкам? Хорошо. Значит, вы знаете, мне уже столько лет, что я... Пожалуйста, звук в телевизоре выключите, потому что эхо. В трубку говорите с нами. Говорите с нами в трубку. Выключила? Да, спасибо. Слушаем. Значит, я хочу обратить ваше внимание еще раз на то, с чего я начала. Мне много лет. Я видела очень многих по жизни людей. Ваш сегодняшний собеседник вызывает, я бы сказала, симпатию, несмотря на мою традиционную... Вот, Андрей, кстати, а вы говорили об обществе, о неприятии. Я говорил, а как же это, что меняется? Я хочу сказать, что общество действительно очень часто отрицает, потому что многие, к сожалению, не как ваш сегодняшний собеседник, а они вот наболело, поэтому они стараются вести себя, привлекая внимание. Я прихожу устраиваться на работу, у меня не спрашивают мою ориентацию, и всем практически все равно. Замужем я, не замужем, и как я себя веду. Очень опасно. Да. Не то, как я веду. Услышали? Ваша позиция ясна, Татьяна. Спасибо большое. Спасибо. У нас очень мало времени. Извините, извините. Извините, извините. Очень мало времени, поэтому давайте ускоряться. Тезисно, если можно. Тезисно. Я буквально ответит репликой по поводу трудоустройства. Если посмотреть по фактам, все-таки я не услышала ни фактов, ни статистики конкретно, сколько людей с гомосексуальной ориентацией было отказано в работе. То есть я так и не услышала, о чем можно основываться. Но если вы говорите о гомосексуалистах, которым отказывают, которых есть в определенный запрет, почему тогда вы не говорите о девушках и женщинах, которых, допустим, некоторые вакансии запрещены свыше 25 или 30 лет? То есть дальше я не могу найти на работу, если мне не выше 30 лет. Это же тоже проблема, это же тоже дискриминация. Но почему-то вы об этом говорите. И она намного сильнее, намного глубже, чем проблема трудоустройства гомосексуалистов. Это первый момент. И второй момент по поводу заявления, декларативности. Это правда, потому что я согласна, что люди сексуальные, нетрадиционные сексуальные летацы, извините, я просто, оно уже мне на языке, я прошу прощения. Это нормальные люди в том плане, что я, опять же таки, толкнусь с того, что это хорошие специалисты. Среди таких людей очень много специалистов, хороших друзей, хороших людей. Но вместе с тем эти люди, это как какая-то, знаете, какая-то фобия. При любом возможности, при любой случае эти люди пытаются популяризировать и протолкнуть эту культуру, независимо от того, хочу я это слышать или не хочу это слышать, независимо от того окружения, где они находятся. Поэтому мой месседж в том, что окей, если это ваша культура, если вы выбрали такой способ жизни, окей, это ваш выбор, это ваше право, я не суждаю вас. Но, пожалуйста, не популяризируйте, не продвигайте это среди моего окружения, среди того общества, где поддерживают основные семейные традиционные сексуальные. Спасибо. Услышали звонок, принимаем. Это будет последний, потому что у нас очень много еще комментариев, должны успеть все поставить в эфир. Слушаем. Слушаем вас. Я Владислав. А откуда вы звоните? С Киева. Вы толерантны к геям и лесбиянкам, Владиславу? Все нормально, все хорошо. Они сами выбрали такую позицию в жизни. Только просто неудачники, вот и все. Неуверенные в себе люди. Да, спасибо большое. Все-таки давайте без оскорблений. Спасибо за звонок. Тем не менее, Андрей, давайте послушаем Татьяну Мазур, директор правозащитной организации Amnesty International Ukraine. Да. Татьяна Мазур, прошу. Принятя поправок до Кодексу законов про працю України и заборона дискриминации за таким великим колом узнавств, который включает сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, это позитивный крок, это крок в верном направлении. Но тяжело сказать, насколько он влияет на общий уровень толерантности и насколько он с приятными викориненню проблемой дискриминации. Потому что такие явления, как дискриминация, толерантность, они борются с дискриминацией, потребуются комплексно, потому что она существует на очень разных уровнях. Вона и побудовая, например, вона и институционная, и так далее, и тому подобное. ЛГБТ-люди мают такие самые права, как и абсолютно все другие. Тому, звичайно, мы вітаемо принятие таких поправок Верховной Ради Украины. Единственное, что мы следовали за этой дискуссией, очень важно, и, звичайно, хотелось бы, чтобы такие решения принимались не потому, что это нужно для скасывания въезд, и нужно для Европы, как это не разово подкресливалось, для Европейского Союза. А это нужно для граждан Украины, для ЛГБТ-граждан Украины, которые страждают от дискриминации. Хотелось бы, чтобы на этом не обмеживались наши законотворцы, и хотелось бы, звичайно, чтобы другие политики, высокопосудовицы, постоянно пропагировали размаїття, пропагировали ревность, подкресливали, что все люди имеют права, и никто не может быть дискриминован за нижними знаками, зокрема, за знаками сексуальной ориентации и гендерной аутентичности. Татьяна Мазур сделала акцент на том, что чиновникам, депутатам нужно пропагандировать размаїття, а вот адвокат Сергей Гула уверен, что такое активное лоббирование интересов сексуальных меньшинств может привести к тому, что в обществе возникнет некий бунт. Давайте послушаем другую позицию. Адвокат Сергей Гула, прошу. В принципе, почему, например, за сукупной кількостью было аж 17 голосований за эту поправку? Потому что мы можем говорить, что а, нам не доволи правой точки зрения, что в этом действительно проблема, и б, також я переконан, что и культурно, релігийно Украина еще далеко не готова принимать ответственные вещи на законодательном уровне. Поэтому я думаю, что, в принципе, принимавши этот закон, я понимаю, что есть гомосексуальный лоббий, который на этом не остановится, но это может играть очень плохую вещь для тех, кто активно хочет с этим гомосексуальным порядком денег поставить на очень высокий уровень, потому что я думаю, что на следующий подобный инициатив уже будет очень серьезно социально. Впротив, не говоря уже про позицию церкви, которую также требует враховываться, потому что сегодня верующими людей себя вважают больше, чем 10-8% человек. А это очень важный аспект. Андрей, согласны ли вы, Сергеем, относительно того, что некое лоббирование интересов представителей ЛГБТ может вызвать в обществе сопротивление? Нет. Мы должны посмотреть просто на то, как обстоят дела в Европе, куда мы собираемся идти. Если можно, коротко, потому что остается минут 10. Да, хорошо. Мы видим, что, скажем, в тех же Нидерландах существует однополый брак уже около 20 лет. В Дании существует запрет на дискриминацию по сексуальной ориентации уже более 35 лет. Это не привело ни к каким проблемам. Наши ближайшие соседи, соседи, Венгрия, например, приняла однополое партнерство, там уже 10 лет, по-моему, как оно существует. Никаких проблем. Во всех странах Евросоюза, в том числе новых, которые граничат с Украиной, были приняты законы о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации в 2000. Никаких проблем. В Грузии и Молдоне. Вы же 10 минут назад сказали, что общество украинское вас как-то неправильно видит, вызывает неприятие, ваша позиция у общества. А теперь вы говорите, что не будет сопротивления. Сопротивления не будет. Наше общество к этому равнодушно. Оно, может быть, ему это не понравится, но оно привыкнет к этому. И люди учатся просто со временем. Требуется время, чтобы привыкнуть. Мы это понимаем, мы не экстремисты. Я хочу сказать одну вещь, которую люди не понимают. Вы говорят, эти люди. Я родился в обычной советской семье. Я вырос в Советском Союзе, когда не было никакой пропаганды гомосексуализма. Когда даже Борис Моисеев еще не пел, а слава богу, только танцевал. И я стал геем. Я вырос геем. У меня не было никакого соблазнения, никакого опыта. Это все мифы. Геи рождаются в обычных традиционных семьях, вырастают и лесбиянки. Любой семье есть 10% вероятности, что их ребенок вырастет геем или лесбиянкой. То есть, мы часть этого общества. У нас нет никакой особой идеологии. У нас нет никакой особой культуры. Мы такие же украинцы, как все остальные. Просто мы выросли, мы родились с другой сексуальной ориентацией. Ольга, коротко. И коротко по поводу Сергея Гулы, последнего адвоката. Я с ним согласна в том, что поскольку наше население свыше 70% все-таки исповедующих христианские ценности, оно далеко будет не готово принимать эти поправки, эту культуру. И я думаю, что будет достаточно продолжительное время протестовать и выступать против этой культуры. И второй момент. Если мы идем в Европу, я бы хотела подчеркнуть, чтобы давайте идти в Европу ту, которая сделала Европу сегодняшнюю, которая успешная, которая процветающая. А она, ее истоки были основаны именно на христианских принципах формирования традиционной семьи. Это сегодня Европа изменилась. Это сегодня Европа поменяла свои принципы, культуру. И мы еще пока что просто не пожинаем последствия. Еще совсем мало времени. Но я хочу сказать, если мы примем вот эти поправки, принимая эти поправки о том, что сейчас в трудовом законодательстве мы даем право секс-меньшинствам реализоваться. Дальше это будет... Мы смотрим даже по сценарию Европы. Дальше это будет однополые браки, дальше это будет усыновление детей. Вот по поводу, кстати, однополых браков. Есть такое мнение, что вначале, мол, принимают у нас антидискриминационные поправки, а потом проголосуют за легализацию однополых браков, о которых вы сейчас вспомнили. И вот что по этому поводу нам в телефонном комментарии сказал Зарян Кись. Давайте его послушаем. Это правозащитник. Самое пособие принятия закону не изменит ситуацию за один день, но его впровадение в життя, имплементация мает принести результаты. Я думаю, что мы рано или поздно увидим судовые справы. Эти справы сруйнуют мест, потому что начерта такой дискриминации в стране не существует. А с другой стороны, дискуссия вокруг принятия этого закону, хотя он не поднимался в такой неправильный, из моей точки зрения, способ, но все-таки и эта дискуссия сопротивляла тому, что очень много местных были развеяны. В частности, например, мест, что это имеет связи с одностатевыми шлюбами, которыми лякали украинцев. Кстати, вот Зарян Кись и его партнер не так давно решили проверить уровень толерантности киевлян к представителям ЛГБТ-сообщества. Они вышли на улицы столицы и организовали такую довольно смелую провокацию. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Прошу. Понад годину мы ходили по месту, державшись за руки. Я уже таки бачив в Росії. Жодного разу ми не чули якихось образ у свій бік, а ті люди, які реагували, ми для них були як інопланетяни. Мы решили трохи загострить ситуацию, и Тимур сели мне на колено прямо на Хрещатику в центре города, и мы решили подобраться, какая будет реакция на эту провокацию. До нас подошла банда з 10-15 малолетних неофашистов, мабуть, чи як їх назвати, чи праворадикалів. Они спросили нас, ну а вы патріоти? На что мы ответили, так, мы патріоти? Ну, то есть, вы хотите, чтобы наша нация была над всеми, чтобы она была наиболее. На что мы ответили, нет, у нас трое иншее понимание слова патріотизм. Мы, ну, украинцы, мы хотим, чтобы в этой стране все могли жить, быть собой. Они заливли нас газом, просто для того, чтобы мы не могли захищать их, так сказать, и мозг. Мы почали пройти. Ну, вот так. Какие выводы можно сделать из этого видео? Естественно, однозначно, что наш народ вновь не готов принимать таких людей. Это проблема, действительно. То есть, в любом случае, человек и его право выбора нужно уважать. Другой вопрос, чтобы эти люди, которые спровоцировали это, они не должны провоцировать и поднимать специально вот эти вот случаи, ситуации, которые будут вызывать агрессию. Поэтому я думаю, что нужно находить такой диалог, в такой рамки, поле, где интересы друг друга не будут все-таки ущемляться. Да, но на самом деле это все-таки кусочки всего видео. И ребята довольно долго ходили по улицам Киева. И вот пока не встретили вот этих агрессивных молодых людей, то есть, в принципе, реагировали на Заря Накисия и его друга абсолютно нормально. Как я и говорю, наше общество меняется. Оно еще не является вполне современным и толерантным, но оно идет к этому. И да, разумеется, надо разговаривать, надо получать реальную, правдивую информацию, надо знакомиться друг с другом. И предрассудки развеются. Я думаю, мы пройдем по тому же пути, по которому уже прошли страны Запада и по которому вот сейчас идут наши ближайшие соседи. Давайте сейчас посмотрим комментарии с сайта Магнолии ТВ. Наши читатели активно обсуждали эту тему и мы выбрали самые интересные комментарии, озвучили их. Давайте посмотрим. Ничего страшного в этом нет, если, конечно, не выставляется на показ в виде своей уникальности, без всяких парадов и шоу. Такие люди всегда были и будут. Неужели не обнимешь старого друга детства, даже если он гей? Мне абсолютно все равно, кто и с кем спит. Но вот странно то, что те, кто не любит геев, больше всего о них говорят и делают им пиар. Поправка в Трудовом кодексе практически приведет к тому, что любой представитель меньшинства вправе будет подать жалобу на любого работодателя, заставив его принять их на работу, опираясь на данный пункт закона. Это и шаг, и мат для любого работодателя, который не сможет теперь ни отказать в приеме, ни уволить своего работника, который будет ссылаться на закон и оскорбление своих прав. Это экспансия под соусом толерантности. Я сам руководитель. При приеме на работу для меня главное профессионализм человека и больше ничего. Ни национальность, ни ориентация, ни количество детей и так далее не играют никакой роли. Иногда проживаю в Вене. Соседи напротив геи. Внизу бабка, 76 лет, которая встает каждое утро в 6 часов покататься на роликах. А вверху семья, в которой муж алкаш конченый, лупит жену и детей. А теперь только честно. С кем бы вы не хотели рядом проживать? У нас не более пяти минут, но все-таки этот вопрос хочу вам задать. А с кем бы вы хотели рядом проживать? С алкашом, который жену избивает? Или с гей-парой? Если я проживаю с алкашом, который избивает жену, естественно, я попытаюсь изменить, исправить эту ситуацию, потому что стараюсь стать защитой женщины. В любом случае, я не буду равнодушно, спокойно проживать. Если геи спокойно себе проживают рядом, пусть проживают, если они не нарушают при этом прав моих и наших в подъезде людей. А тот, кто избивает жену, естественно, подлежит... Спасибо большое. Давайте выведем на экран опрос с нашего сайта. Вопрос звучал следующим образом. Ваши отношения к представителям ЛГБТ-сообщества. Толерантная 58%, нетерпимая 42%. Вот такие результаты. Как вы прокомментируете? Это совпадает с моими оценками. Постепенно в Украине растет уровень толерантности и понимания, что такое гомосексуальность и трансгендерность. Постепенно люди избавляются предрассудков, стереотипов. Они просто привыкают к этому. Когда говорят, что нам нужно не высовываться, мы высовываемся именно потому, что к нам нужно привыкнуть. Мы хотим жить открыто. Мы не делаем ничего того, что не делают другие люди. Ходить, взявшись за руки, это что? Аморально? Целоваться и вступать в брак, это аморально? Мы не требуем абсолютно никаких особых прав. И когда говорят, что работодатель не сможет уволить или не взять на работу гея, это тоже неправда. А что делать человеку, который не хочет принимать, так я позволю себе высказать свою позицию, аморально ли ходить за руки? Есть огромная категория людей, которые это не принимают. Им неприятно смотреть, когда мужчины идут за руку или целуются. То есть, получается, тут тоже, где золотая середина? Тут ущемление прав людей этой категории. Золотая середина – это закон. Мы все равны перед законом. Если закон не нарушается, все, что не запрещено законом, это разрешено. Вот золотая середина. Вы увидите, какая происходит ситуация. То есть, это первый вот такой очень серьезный звоночек. Давайте выводы. Да, вывод. Я сразу же делаю вывод. Это серьезный закон. Если только права свои сексуальные меньшинства хочет задекларировать только закону, не будет остановка только на этом. Трудовой кодекс, затем однополые праки, затем это будет воспитание в школе и так дальше. Это понятная тенденция. Тенденция вся вырисана в Европе. Это говорит о том, что я не хочу такой тенденции. Я принимаю тех людей, я принимаю их позиции, но я не хочу той декларативности, той экспансии, которая несет с собой эта культура. Я хочу, чтобы в моей стране, в моем обществе были традиционные семейные ценности, где есть семья, мужчина и женщина. Я недавно был в Гааге, столице Нидерландов, в городе крайне либеральном. И за все время, пока я там ходил по улицам и общался с людьми, я не видел ни одного проявления гомосексуальности. Ни одного. За руки не ходят по улице? У них так не принято. А если где-то принято, у нас, например, девушки ходят, взявшие за руки, это никого не волнует. Почему это должно волновать, если будут юноши ходить, взявшие за руки? Это не будет на каждом шагу. Но это когда-нибудь будет. Я не знаю, когда. Если кому-то что-то не нравится, не обязательно на это смотреть. Если мне не нравятся картины, я не иду в галерею. Если мне не нравится, как себя ведут люди в парке, но они не нарушают закон, я обхожу их стороной. Не нравится? Не смотри. Спасибо большое. У нас нет больше времени. Андрей Кравчук, эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир». Спасибо вам большое. И Ольга Назарова, заместитель главы Всеукраинской общественной организации Рада юристов Украины. Также я благодарю всех наших зрителей, которые звонили в студию и высказывали свою точку зрения. Программу вел Александр Васильев. До свидания.